Война изменила жизнь Федора Крейдина на до и после. Он мечтал быть трактористом, а пришлось встать на защиту Родины. Ветеран признается, 22 июня 1941 года навсегда останется в его памяти. Именно в этот день на фронт забирают его мать и брата. Федор Филиппович остается один. А царь репрессировали еще в 37-м, а в 43-м он уже сам отправляется на передовую. Я попал сразу в петолку, и нас там разбомбили. Ну и некоторые там остались сразу на ветках, некоторые ранены назад, а мы вперед. Ранения, госпитали, потери друзей. За время Великой Отечественной молодому оренбургству пришлось быстро повзрослеть. Но война для него не закончилась, как для всех 9 мая 45-го. Вплоть до ноября 1950 года он боролся с бандами националистов на Западной Украине. После демобилизации встретил брата. Казалось бы, жизнь начала налаживаться, но судьба заложила очередной вираж. Мы считались, как дети врага народа. Куда только не упорядочился, а многие завистники, много всяких подлогов, ну, это такое творилось. И его снимают. Я переживал меньше, я не расстраивался. Такие гонения брат пережить не смог. Федора Кредина же спасли дети. Он работал учителем в местной школе. Потом появилась и своя большая семья. Сейчас все время проводит с родными. Федор Филиппович давно стал прадедушкой и счастливо живет в Олегском районе. Но те тяжелые годы всегда вспоминает с особой грустью. Вячеслав Камп и Владислав Горбунов, Семен Воробьев. Новости дня.